Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона в студии Рина Шмыгова. Добрый день и коротко о главном. Без нарушений, но с низкой явкой в регионе состоялся единый день голосования. Итоги подведены. Обл. избирком огласил результаты выборов, кого на этот раз поддержали ульяновцы. И день города в красках. Симбирск-Ульяновск отметил свой 372-й день рождения. Итак, выборы прошли в соответствии с законом. В обл. избиркоме констатируют, что единый день голосования в регионе обошелся без нарушений, существенно влияющих на результаты. Явка избирателей оказалась низкой. Хроника выборного процесса и комментарии экспертов в репортаже Екатерины Лазаревой. Нынешние выборы, хоть и прошли в условиях пандемии, запомнятся вовсе не эпид-обстановкой, а рекордно низкой явкой избирателей. Изъявить свою волю пришли всего 21% ульяновцев. В Димитровграде картина еще более печальная. 19%. Правда, вишкаемцы оказались активнее. Почти 43%. Впрочем, такая явка была ожидаемой. Прогнозы политологов оказались верными. Антирекорда она или нет, тоже сказать достаточно сложно. Дело в том, что у нас есть определенные электоральные привычки наших избирателей. Традиционно самая высокая явка – это явка на выборах президента Российской Федерации. Далее идет, как правило, явка на выборах высшего должностного лица субъекта. Потом явка на выборах в Государственную Думу. Потом в Законодательное Собрание. Ну и, наконец, на муниципальных выборах она обычно бывает самая скромная. Выборы, которые сегодня завершились в Ульяновске, они не стали исключением. В целом, картина на участках схожая. В основном отдать свой голос приходят пожилые люди и молодые родители. Конечно. Дети. Поэтому в старых и новых районах явка незначительна, но отличается. У нас избирательный участок такой, что в основном у нас проживает в возрасте. Есть несколько новых домов. Вот ждем их, если честно, к вечеру. Впрочем, к вечеру ситуация не изменилась. Апатичность избирателей удивила и депутата Госдумы, который приехал в Ульяновск проследить за ходом голосования. Со слов парламентария, в соседней Чувашской республике жители оказались более активными. Хотя и там явка оставляет желать лучшего. Вот сколько мы уже прошли избирательных участков, и вчера, и сегодня. Сегодня мы тоже около 10 избирательных участков. Низкая явка. Вы знаете, это странное отношение людей. Казалось бы, выборы твоих же депутатов городского собрания, то есть тех людей, к которым ты можешь обращаться со своими бедами, больными. Но люди думают, что если вот он заявит, что мне что-то не нравится, то я вот отомщу тем, что я не пойду на выбор. Это абсолютно неправильная позиция. Впрочем, тем, кто хотел сделать выбор, не помешали ни дела, ни даже проблемы со здоровьем. Поэтому даже с больной ногой, с гипсом пришел, как бы, что-то вложить в свой вклад какой-то. В числе первых проголосовавших и глава города Сергей Панчин. Ну, я считаю, та подготовка, которую провела избирательная комиссия, администрация города, мы обеспечили полностью сегодня доступность, соблюдение законодательства. Проголосовать могли и те, кто сейчас находится на самоизоляции, а также люди, имеющие различные проблемы со здоровьем. Мы вместе с другим членом нашего УИКа и с наблюдателем ходили по квартирам, в халате, в маске, в чип и в шлеме. К слову, на участках избирателям тоже не позволяли забывать о безопасности. Проголосовать можно было только после дезинфекции рук и измерения температуры. Алгоритм голосования прост и знаком каждому избирателю. Чтобы сделать свой выбор, обязательно необходим паспорт. Но пандемия внесла свои коррективы, поэтому на этом голосовании появилось еще несколько обязательных атрибутов. Это маска, перчатки и индивидуальная ручка. Их выдают прямо на входе. Всем избирателям хватит масок сегодня? Конечно, всем хватит. С избирательных участков переносимся в пресс-центр. Такую картинку в единый день голосования видели зрители ульяновских СМИ. А вот, что происходило за кадром. Работа кипит, и каждый корреспондент стремится опередить своих коллег. За ходом голосования избиратели могут следить в прямом эфире. Для освещения этого масштабного события был создан пресс-центр. Сегодня здесь работают журналисты и политические эксперты. В формате зум-конференции проходят прямые включения с наблюдателями, которые сейчас трудятся на избирательных участках. А уже здесь, на базе самого пресс-центра, проходят брифинги с кандидатами и представителями власти. Между брифингами выступления ульяновских артистов. Несмотря на то, что на участках было тихо, пригласить творческие коллективы опять же помешала пандемия, без музыки избирателей не оставили. На избирательных участках тем временем начинается подсчет голосов. Но сначала члены комиссии под пристальным взором наблюдателей считают оставшиеся бланки. Считают, пересчитывают, цифры сошлись. Далее бланки нужно погасить. Для этого у бюллетеней отрезают левый нижний угол. На очереди сейф-пакеты. В них хранятся бланки избирателей, проголосовавших досрочно. Решающий этап – отправить эти бланки в КАИП. Подсчет и в пресс-центре уже озвучивают предварительные результаты. Достаточно конкурентная была кампания. Ну а сами дни голосования прошли относительно спокойные дни досрочного голосования. Сегодняшний день. Могу констатировать, что выборы, муниципальные выборы в Ульяновской области 13 сентября 2020 года прошли в строгом соответствии с законом. Екатерина Лазарева, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Тем временем в Ульяновской области подводят предварительные итоги единого дня голосования. Сегодня на пресс-конференции в обл. избиркоме прозвучали цифры относительно явки избирателей и распределения депутатских кресел. Основные события развернулись на выборах в городскую думу региональной столицы. Явка избирателей на них чуть больше 21%. Из 40 депутатских мест 36 достались партии «Единая Россия». Одно депутатское кресло займет представитель партии «Коммунисты России». Еще три мандата у самовыдвиженцев. Почему я говорю, что особое внимание на это обращаю? Для самовыдвиженцев участие в компании всегда более сложно, потому что им нужно обязательно собирать подписи избирателей. Вы понимаете, что процесс очень сложный. Нужно пройти эти процедуры формальности. И в конце концов нужно попросить добиться того, чтобы избиратели поддержали. Также в единый день голосования прошли до выбора в других муниципалитетах. В Димитровградской городской думе пустовали четыре депутатских кресла. Теперь их обладателями станут единороссы. При этом явка избирателей составила почти 20%. А вот в Вишкаемском районе на участке пришли около 43% избирателей. Голосование проходило в двух одномандатных округах. Но и там успех сопутствовал партии «Единая Россия». По словам Юрия Андриенко, во время голосования были жалобы на нарушения. Но они не могли существенно повлиять на ход выборов. Кроме того, за их прозрачностью следили общественники и независимые эксперты. Я, как эксперт, вынужден был выехать в город Димитровград на сайт общественной палаты. На горячую линию поступили многочисленные обращения граждан о том, что местное отделение КПРФ занимается веерной рассылкой смс-сообщений с просьбой прийти на избирательные участки и проголосовать за КПРФ. Все это происходило в день тишины. Я посчитал, что необходимо обратиться в правоохранительные органы. Правоохранители дадут оценку и передадут материалы в судебное производство. Я не могу сказать, что совсем не было нарушений. Были какие-то отдельные моменты, когда и жалобы писались, и какие-то вопросы возникали. Но мы по возможности все эти вопросы решали. Наблюдатели от политических партий также активно следили за ходом голосования. На выходе с избирательных участков проводился социологический опрос. Результаты не сильно разошлись данными областного избиркома. И к другим темам. 372-й год рождения Ульяновск встречает в новом статусе «Город трудовой доблести». Напомним, почетное звание нашему областному центру присвоил в этом году президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». О том, как прошел этот праздничный день, наш репортаж. Неожиданно эмоциональным выступлением стартует праздник, посвященный Дню города. С помощью танца ребята из творческого коллектива Ульяновского педагогического университета передают дух трудового времени, когда наш областной центр стал надежным тылом во время Великой Отечественной войны и помогал стране сбрасывать с себя оковы фашистского гнета. Не случайно выбрано и место для торжественного старта – Парк Победы. Этот день рождения Ульяновск встречает в звании города трудовой доблести, почетном для каждого горожанина. Славься Отечеством! После традиционной церемонии награждения почетных граждан – очередь предприятий. Для них изготовлены памятные плакетки. А вот передать плакетки по адресам вызвались байкеры Ульяновска. День города мы решили вместе с мото-клубом «Ночные волки» проехаться по маршруту предприятий, по предприятиям, которые ковали победу в тылу во время Великой Отечественной войны. Молодежь должна помнить и чтить память всех, кто погиб на фронте, и, соответственно, людей, которые ковали победу в тылу. Все восприняли с большим удовольствием и посчитали за честь участвовать в такой акции. Предсвоение городу Ульяновску, города трудовой доблести – это, мы считаем, большая честь не только для города, но и для всех жителей. Переданные участниками мотопробега плакетки украсят музей трудовой славы предприятий. Тема звания города трудовой доблести рефреном проходит через все празднества. Вот во Владимирском саду работает выставка, рассказывающая в лицах об ульяновцах местных героях, ковавших Великую Победу в тылу и на фронте. Известный фотокорреспондент Владимир Ламзин, чьи работы здесь также представлены, рассказывает, как сделан этот портрет удивительного земляка. Это Александр Бучин. Он сам спортсмен, мотогонщик. В руках он держит клаксона от старого автомобиля. В военные годы он был личным водителем маршала Жукова. И вот этот клаксон он дома хранил. Я попросил его взять в руки. Он еще так на объектив подыграл артистично. Здесь же, во Владимирском саду, чуть ниже, открытый фестиваль патриотической песни. От военных и детских композиций до веселых житейских частушек. Фестиваль со сцены плавно перешел в портер и уже сложно удержаться от плясок. А на бульваре Новый Венец творчество другого рода. Здесь проходит пленэр «Мир, май, победа», на котором можно узнать удивительные вещи. Что, например, чтобы изобразить всю глубинную красоту Волги, нужны все краски, кроме синего. Я рисую Волгу. Волгу? А какие краски ты используешь? Я использую зеленый, темно-зеленый. Волгу, где я не знаю. Мы приехали из Сиренинской детской школы искусств сюда на мастер-класс и на пластовскую осень. Мы сейчас все должны, наверное, изобразить даль, как можно максимально приближенную к оригиналу, чтобы было предельно понятно, что это не оригинал, а нарисован. Во всех точках города ульяновцы и гости областного центра смогли найти себе занятие по душе. А вечером празднества завершились красочным салютом. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем. 34-летний житель Инзы без прав, управляя мопедом, совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Пятилетний мальчик был доставлен в больницу. Однако этот случай не единичный. Сотрудники госавтоинспекции напоминают всем участникам движения о надлежащем соблюдении ПДД. А вот ДТП, которое произошло в Меликесском районе, унесло жизнь 37-летней женщины. Подробности у Натальи Валуйской. 13 сентября в Меликесском районе Ульяновской области на 13-м километре автодороги Муловка-Никольская в 19 часов 50 минут, по предварительной информации, водитель, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на препятствие в виде линии электропередач. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2109, 37-летняя женщина, скончалась на месте происшествия. Вышли из тени и занимаются любимым делом. За два месяца действия на территории области специального налогового режима, статус самозанятого получили 2500 жителей. С теми, кто выбрал закон и способ заработка, пообщался Олег Тюрин. В косметическом кабинете Екатерина Лупан – любимые клиенты. К каждому индивидуальный подход и свой перечень необходимых процедур. Косметическими услугами девушка занимается уже несколько лет. И только два месяца назад деятельность стала официальной. На входе появилась вывеска – внезапный визит налоговой больше не наводит страха. Налог достаточно низкий, просто идет процент от оказания услуг. И процент достаточно тоже низкий, что хорошо, когда ты только начинаешь свою деятельность. Налоги тебя не задушат. И можно работать, опять же, спокойно, принимая новых клиентов. На статус самозанятого переключаются и бывалые предприниматели. С 2002 года известный ульяновский фотограф вел собственное дело в статусе ИП. В объективе мастера – люди и бренды. Коммерческая съемка приносит неплохой доход. Посчитав все «за» и «против», фотограф перешел на альтернативную систему налогообложения. Во-первых, это очень удобно, потому что отсутствует вообще всякая документация. Все делается в приложении. Просто вводишь, так сказать, какую-то свою новую транзакцию, продажу. И все. Все достаточно просто. И сам налог чуть-чуть меньше – 4% вместо 6%. Заявить о себе официально по-прежнему просто. На сайте налоговой службы или через специальное мобильное приложение. От заявителя потребуется всего два документа – индивидуальный номер налогоплательщика и паспорт. После этого заниматься любимым делом можно с чистой совестью. Олег Тюриный, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. В историко-художественном музее заповедники Преслониха Родина Аркадия Пластова открылось сразу три выставки. Экспозиция самого Пластова обновляется три раза в год. В день его рождения в январе, на день памяти в мае и во время прохождения Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Это сейчас представлены всегда подлинники. Небольшая работа, но ведь как написано. Конечно, он в историю искусства вошел. Как мастер пишется, большие картины, тематические, композиции. Но это тоже, вот глянешь, боже мой. И даже вот с детства всех наш Пластов переносит в детство. Такое сладостное. В соседнем зале музея открылась выставка Людмилы Слесарской. В пейзажах, интерьерах и натюрмортах художницы четко прослеживаются Пластовские мотивы. Работы выполнены в технике гуашь и акрил. По крупицам приходится собирать то, что остается от старого быта. Те же самые деревянные избы серые, серебристые, живописные. Как все закрывается сайдингом, видим. Как меняются окна и наличники убираются. И вот по таким вот крохам стараемся как-то собрать то, что было связано именно с Пластовым и с его мироощущением. Еще одна экспозиция – выставка Виктора Киселева, заслуженного художника РСФСР, фронтовика, лучшего друга Аркадия Пластова. Он родился 12 июля 1907 года в селе Комаровка Симбирской губернии в крестьянской семье. Заметив раннюю художественную одаренность, подростка родители отправили его учиться к молодому художнику Аркадию Пластову. Тогда-то и началась их дружба. В его картинах отображены и крестьянский быт, и красота русской глубинки, и военная тематика. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего дня. Сейчас в Ульяновске 18 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер западный 10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Продолжение следует...